Мы вчера закончили книгу бытия, мы закончили и по тексту мы прошли до самого конца, где Яков, патриарх, благословляет своих сыновей. Мы сегодня займёмся богословским размышлением и библейским обзором. Мы уже несколько раз повторяли вот это дело, что в богословском размышлении мы стараемся применить к церкви те события, описанные в Старом Завете. Ну, например, когда мы рассматривали, как Иосиф был продан в Египет, мы там усматривали, что церковь бывает гонима самой церковью, потому что родные братья продали Иосифа в Египет, и мы тогда усматривали, что всегда во все века существовала церковь в церкви. То есть, господствующая церковь была почти что всегда, а в этой церкви, значит, святой остаток, миниатюрная такая церковь, которая шла истинным путём, и таким образом церковь гнала церковь. Господствующая номинальная церковь гонит истинных христиан. Когда мы рассматривали Иосифа, когда он был гоним миром вот этим, ну, когда он попал в тюрьму из-за того, что жена Патифара притязала на его, вот, это уже было гонение со стороны мира, и мы применили вот этот случай тоже к церкви. Так что церковь бывает гонима от самой церкви, бывает гонима и со стороны этого мира. Понятно, да? Сегодня у нас богословское размышление в отношении последних событий, которые описаны в 49-50 главе «Бытия». «Умирающий Яков произносит свои пророческие изречения над своими сыновьями, в которых содержатся не только благословения, но и проклятия». Понятно, братья? Он произносит пророческие изречения над своими сыновьями, но в них содержатся не только благословения, а ещё были и проклятия. Например, Левий и Симеон, проклят гнев их. И когда мы посмотрим на эти пророческие изречения, Яков над всеми двенадцатью сыновьями, там только полные такие благословления получают и Юда, и Иосиф. Остальные там очень мало видятся, какие-то благословения. Можем ли мы извлечь из этого урок для церкви? Смотрите, не бытует ли в церкви или же в настоящее время такое мнение, что Бог гневаться не может? Не является ли у нас или же не имеем ли мы такие свидетельства из истории церкви, когда люди говорят, что любящий Бог не может вечно мучить своё же создание. Есть такие, которые утверждают, что никакого ада нету, Бог не может мучить людей во веки веков. Это невозможно. Есть такие универсалисты, которые говорят, что в конце концов все люди до одного спасутся, а потом ещё вдобавок говорят, что и сам сатана в конце концов будет спасён. То есть, ну, это такое течение в христианстве, которые утверждают, что Бог этого сделать не может. А вот из того, что мы с вами прочитали, из пророческих изречений, мы видим, дорогие друзья, что всё-таки Господь или благословляет, или оставляет без благословения, а это означает проклятие. Нам иногда говорят, что Бог не может, любящий Бог, терзать, там, мучить своё создание во веки веков, там, вечности, я тогда отвечаю, да, дорогие друзья, можно принять во внимание или в расчёт то мнение, что Бог их мучить и не будет. Не будет он их мучить. Почему? Очень просто. Просто они будут отлучены от присутствия Божья, а это уже есть мучение. Те, которые не приняли Его, которые не являются Его детьми, просто отлучаются от любви Господней. А это означает гнев, это означает проклятие, если они будут отлучены. Они будут отлучены от света Божьего. Противоположность – тьма. И так дальше, и так дальше. Стоит только Богу убрать ограду от своего народа, как он описывает это в пятой главе Исаии, да? Что я сделаю с этим виноградником? Я посадил, ухаживал за ним, всё сделал прекрасно, а вот они вместо хороших ягод принесли горькие плоды. Что сделаю? Ограду уберу, и тогда посмотрим, что будет с этим виноградником, да? Вот дикие там звери, и всё потопчут, и всё будет уничтожено. Стоит ему руку свою отнять от своего творения, тогда другая вражеская сила займётся этим же виноградником, и тогда будет проклятие. А он отнимает благословляющую свою руку. Что нам, ну, как-то Новый Завет, что он нам говорит? Хотя Новый Завет мы будем рассматривать в библейском обзоре, но всё равно, значит, рассматриваем... В настоящее время есть такие течения христианские, которые рассматривают дисциплинирование церкви как нечто ненормальное и не занимаются вообще дисциплинированием в церкви. Так ли оно должно быть или нет? Вот если мы посмотрим, апостол Павел в первой главе Галатам говорит, если кто придёт к вам и не будет проповедовать то, что мы проповедовали вам, что он говорит? Да будет анафема, да будет проклят. Оказывается, вот это слово, проклятие, оно содержится в Новом Завете и относится к дисциплинированию внутри церкви. Дальше. В 1 Коринфян 16 глава, 22 стихе сказано, кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема – маранафа. Анафема – это проклятие. Оказывается, в Новом Завете мы имеем и благословение, имеем и проклятие. Дальше апостол Павел в 5 главе 1 Коринфяна предаёт сатане человека во измождение плоти, дабы дух был спасён в день Господа Иисуса Христа. Предаёт его просто в руки врага для измождения плоти, чтобы он мог опомниться, остановиться в своей греховной жизни, но для того, чтобы спасать его. Это другой случай. Но временно он предаётся именно в руки дьявола, чтобы он его немножечко воспитывал своими искушениями и так дальше. Так, Пётр в «Деяниях апостолов» в 5 главе видит идущих к нему членов церкви, нужно иметь в виду, правда? Ананию-сапфиру, и усматривает в них лукавство. И что? Господь поражает их на месте. Недавно, братья, в комментарии «Магдональд», толстая вот эта книга, я там просмотрел, что они скажут об этом случае, а это же пропитано кальвинизмом, весь этот комментарий, как мы сейчас поняли. И там всё-таки говорится о том, что очень конкретно, мы не можем сказать, чтобы Анания и Сапфира потеряли вечную жизнь. Этого мы не можем сказать, но они были наказаны здесь, чтобы там им вроде бы иметь, ну, вечность. Это в этой книге написано, а там ещё очень много другого написано. Так что в церкви, братья и сёстры, в Новом Завете мы встречаемся с тем, что Господь не только благословляет, но Господь иногда и проклинает. Он произносит своё горе, восьмикратное горе, над фарисеями и книжниками в 23 главе Матфея. Горе вам, горе вам. Восемь раз он повторяет одно и то же. Но, братья, было бы очень печально, если бы мы рассматривали, ну, как бы, руководство в церкви только с этой стороны, да? Только со стороны наказания или же со стороны проклятия. Было бы очень печально. Нет, церковь должна быть и благословенной, она должна быть и благословляющей. Если она будет только заниматься дисциплинированием, а не была бы и так же благословляющей, то она бы не была и церковью. Церковь может быть благословляющей только тогда, когда в ней проповедуется распятый Христос. Она может быть благословляющей тогда, когда проповедуется Христос. Дорогие друзья, очень много сегодня мы имеем случаев, когда вместо Иисуса Христа с кафедры проповедуется совершенно иное Евангелие, преподается иной дух, которого вы не приняли. Апостол Павел во втором послании Коринфиана в пятом деле говорит, можно, оказывается, проповедовать другого Христа, можно проповедовать другое Евангелие, или в благовествование, и получить иного духа. Это он в 11 главе второго послания Коринфианам говорит. А вот мы должны с вами проповедовать распятого Иисуса Христа. Очень часто мы это видим, ну, как бы вывещены, как и лозунги, мы проповедуем Христа распятого. Если только вот это присутствует в церкви, дорогие друзья, тогда церковь будет благословенной. Если церковь будет стараться приводить грешников ко Христу, если она будет стараться вот этих людей привести соприкосновение со Христом, чтобы состоялась эта встреча грешника с Иисусом Христом, тогда эта церковь будет благословенной и благословляющей. Хотел как раз, братья, об этом и сказать. В церкви должно присутствовать то и другое благословение, чтобы она благословляла тех людей, и чтобы она благословение Авраамова она распространила именно среди своего народа и для спасения грешников. Но не забывать и дисциплинирование. Это мы видим из того, как патриарх Иаков благословлял своих сыновей. Да? Понятно. С другой стороны, в ней должны трудиться служители, которые имеют Духа Святого или которые вводимы Духом Святым. Бог избирает себе и людей, которым Он даёт полномочия или даёт им полномочия. И вот это полномочие зависит ещё от позиции каждого из нас, дорогие друзья. Бог нам даёт, даёт полномочия быть свидетелями Иисуса Христа, быть проповедниками, благовестниками, даёт. Но очень часто зависит наша позиция, то есть зависит успех нашего труда от нашей собственной позиции. Так или нет? Тот или иной благовестник имеет большой успех, а другой – никакого успеха. Сперджин, например, он почти что всю жизнь проповедовал в одном и том же месте. Хотя он выезжал и в Америку, и в Германию он был, но это были редкие случаи, но в основном он проповедовал. И тысячи-тысячи людей приходили слушать его. Это один метод. Вот этот Тейлор совершенно другой метод благовестия. Он уехал в Китай и всю свою жизнь посвятил Китаю. Ливингстон, кажется, в Африку поехал. Значит, я не хочу сказать, братья, чтобы метод благовестия, чтобы он был одинаковым везде по одной формуле. Это быть не может. Потому что Бог ещё усматривает собственную, и то есть позицию каждого человека, Он усматривает в нём качество и одного посылает в Китай, другого – в Россию, третьего ещё куда-нибудь. Так вот, Он имеет таких людей, которым Он даёт вот эту полномочие. Ну, например, если брать наш текст, Рувим, он потерял благословение, да? Если мы так себе представим церковь, ну, подобная этому Рувиму, то можно сделать такой вывод. Эта церковь состоит, может быть, из молодых людей, энтузиастов. Может быть, они имеют очень такую большущую ревность в служении Богу, но в одном они не усматривают свою слабость. Они согрешили, и они не могут встать на ноги из-за того, что прошедшая жизнь не улажена. И поэтому такая церковь, она может как бы кончить кораблекрушением. Хотя там присутствует всё, что, может быть, иногда можно себе пожелать. И молодые проповедники, и хоры, и устройства церквей, и всё. А всё-таки всё это дело может пахнуть плотью. Да? Сколько таких сегодня церквей, может быть, не нашего братства, которые задают себе целью только радоваться, только прославлять, кричать «Аллилуйя!» и плясать, и так дальше. Вы можете себе представить, что вот эти люди не имеют никакой возможности, никакого времени вникнуть в себя, в своё духовное состояние. Они заняты только тем, чтобы прославлять Бога. Это одностороннее, и поэтому такие церкви терпят кораблекрушение. Или возьмём Левия и Симеона. Эти люди, они фактически стояли за истину, да? Что же он сделал с нашою сестрою? Разве можно так поступить? Они стояли за истину. Они хотели отстоять её, но не теми способами, средствами, как сделали это вот эти двое сыновья Якова. Они истребили целый город из-за якобы ревности, за истину и за правду. Но они сделали ненавистными окрестные народы из-за своего поступка. Братья и сёстры церковь, подобная вот этим двум сыновьям, она тоже существует, но она для окружающего мира, для тех, которых нужно было бы призвать к покаянию, являются преткновением. Они не могут повлиять на этот мир, потому что сами в таком состоянии находятся. Я уже этот пример однажды рассказывал, там на Востоке у нас был такой Копейкин, который проявлял очень большую ревность, может быть, проявляет до сегодняшнего дня ревность, благовестие, но не по рассуждению. Встречаются ему три человека, неверующих, на улице и спрашивают, вы не можете нам сказать, как пройти на вокзал? А он на них посмотрел грозно и говорит, покайтесь, примите Иисуса Христа в сердце свое, и он покажет вам дорогу на вокзал. Что можно подумать о таком благовестнике, да? Они, наверное, повернулись и думали, что-то там неладно. А благовестует еще ревностно и очень ревностно. Таких примеров очень много. Когда мы являемся преткновением для этого мира, а хотим его приобрести, как же это может быть? Совершенно другую картину представляет нам церковь, похожая на Иуду и на Иосифа, да? Совершенно другую картину. Особенно Иосиф, как там сказано, что такая церковь, хотя она и ненавидима миром, является для него благословением, она посажена у потоков, вот, Бытие, 49 глава. Об Иосифе так много сказано доброго, да? По-видимому, патриарх его сильно любил, это точно так и есть, и он, ну, что только было у него из благословений, все отдал Иосифу, все ему отдал. Ну, а в лице своих двух сыновей он благословил два колена израильского народа. А в отношении Иудой, дорогие друзья, мы можем сказать, что из этого колена произошел наш Господь Иисус Христос. Но об этом я еще после, потом скажу. Оказывается, дорогие братья и сестры, когда мы читаем Новый Завет, мы очень часто, мы можем делать иногда сравнение для настоящего времени, для нас самих. Являемся ли мы сами теми орудиями, которыми Господь хотел бы воспользоваться для распространения Евангелия? Действительно ли мы про, ну, как бы Духом Святым освящены, руководит ли он нами и так дальше? Мы должны самих себя проверять, на каком месте мы стоим, как мы проповедуем, как мы, ну, как бы производим устройство церкви, дисциплинирование, то и другое должно присутствовать, не только дисциплинирование. Мы встречаемся, братья, иногда с такими пресетерами, которые больше всего занимаются дисциплинированием, у них вот это преобладает, доминирует, вот нужно наказать, нужно привести в порядок, а вот души попечения, чтобы быть отцами, чтобы побеседовать, поговорить, чтобы приобрести вот эти души, это больше иногда отсутствует, а должно быть то и другое, и преобладать всё-таки должно наше как бы душепопечение, не дисциплинирование, а приобретать души для Христа, чтобы они имели как бы попечение. Апостол Павел много раз об этом говорит, много у вас наставников, но очень мало отцов, а он имеет в виду отцы, они должны заботиться о своей семье, о своих детях, и об этом он заботился очень много. И он во втором послании к Орильфинам тоже говорит, что у меня кроме прочих обстоятельств ежедневное стечение народа и забота о всех церквах. Забота о всех церквах. Это должно преобладать. Теперь библейское обозрение. Мы устанавливали с вами, что в библейском обозрении мы касаемся вопроса, что говорит Новый Завет о том событии, которое мы с вами разбирали. В богословском размышлении мы применили старозаветный рассказ к церкви, сопоставляли. А теперь что Новый Завет говорит о том событии, которое мы рассматривали из Старого Завета. Смотрите, призвание Авраама в благословение становится главной темой бытия. Авраам был призван, это еще в 12 главе бытия, да, и ему было сказано, в тебе благословятся все народы с земли, и ты будешь в благословении. И с этого времени эта тема благословения, она преобладает в Новом Завете. Новый Завет показывает осуществление этого благословения Авраама как наследников для всех уверовавших, как наследие для всех уверовавших. Смотрите, Галатам 3 глава 29 стих. Значит, если же вы Христовы, то вы семья Авраамово и по обетованию наследники. Я сказал, что Новый Завет показывает осуществление этого благословения Авраама как наследие. Он видит это, что язычники, уверовавшие, получают Духа Святого как следствие благословения Авраама. 14 стих 3 главы Галатам. Я 13 и 14 прочитаю. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамово через Христа и Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного Духа верою. Смотрите, Новый Завет, апостол Павел, как об этом говорить, да? Чтобы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Оказывается, в Старом Завете мы имеем дело с Авраамом, другом Божьим, который получил благословение от Бога и который должен был быть благословением для всех язычников, и мы, оказывается, теперь становимся причастниками того благословения Авраама и получаем обещанного Духа верою благословения Авраама. Дальше. Как следствие, он видит, что язычники, уверовавшие, получают Духа Святого как следствие благословения Авраама. Галатам 3.14. Это я уже прочитал. Значит, дальше сказано так. Как они оправданы верою и сбылось слово благословение, данное Авраама. Галатам 3 глава 8-9 стих. Я с 6 прочитаю. Так Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестил Аврааму в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Вот эта мысль, дорогие братья и сестры, братья, что с призвания Авраама основная тема бытия является благословение. Мы теперь увидели, что язычники сделались причастниками благословения Авраама. Понятно, да? Дальше. Павел в деле спасения видит раскрытие полноты благословения Авраама. Как Яков благословил своих сыновей благословениями неба, так Павел начинает свое послание к Ефесянам. То есть, наоборот, Яков благословил своих сыновей благословениями земли, а тут апостол Павел в первой главе Ефесянам свое послание начинает с благословения с третьего стиха первой главы Ефесянам. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Особенно вот этот третий стих «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Мы все равно можем тут, братья, сделать какую-то там границу или же вывод сделать так. Иаков своих сыновей благословлял больше всего благословением земли. Вы будете царствовать, вы будете иметь там свои участки, а вот благословения вот эти Авраама переносятся на нас с вами уже духовными благословениями. Мы получаем духовные. Павел дальше с 3 по 14 сих тоже Ефесяна можете записать. Мы знаем, что язычники Израиль отломился от хорошей своей маслины, чтобы на место их привить язычники. Это в 11 главе римлянам написано. И эти самые евреи они отломились от хорошей своей маслины для того, чтобы мы с вами имели благословение. Мы вместо евреев сейчас привились к этой хорошей маслине и сейчас мы причастны тех благословений, которые принадлежат Израилю, принадлежали, они и сейчас принадлежат. Но временная теперь остановка получилась, они отломились, израильчане, для того, чтобы мы с вами имели это благословение вместо них. Но когда войдет полное число язычников, тогда Господь опять возьмется за свой народ и будет благословлять свой народ. Дальше, как, что об этом говорит сам Христос в отношении благословений Авраама. Сам Христос тоже много раз касается этого вопроса, касается вопроса благословений Авраама. Он, например, говорит в 16 главе Луки Богач и Лазарь, да, он видит Лазаря, где? Наолона Авраамову. Значит, что? Вот этот Лазарь сделался причастником того положения, которое занимает Авраам. Авраам находится там в вечности, он находится в благословенном состоянии, а вот этот Лазарь сделался причастником того благословения или же того положения, в котором находился сам Авраам. Значит, в одном и том же месте находится и Авраам благословенный, и благословляющий нас, и грешник, который приходит ко Христу. Одно положение. Дальше. Призванные язычники возлягут с Авраамом. Матфея 8 глава 11 стих. Тоже, наверное, мы это знаем. Придут с востока и запада, с севера и юга и возлягут вместе с Авраамом и с Яковом, и с Яковом, и с Яковом. Так дальше. В 3 главе Матфея в 9 стихе Господь сам говорит, что Бог силен из этих камней сделать сыновей Авраама, детей Авраама. То есть, что он хотел сказать? Вот эти мертвые люди, те, которые не знают о Христе, те, которые, возможно, не были причастны всех вот этих обетований, язычники, вот эти камни, те, которые не имеют никакой жизни в себе, Бог силен сделать из них, из этих камней, детей Аврааму. Он может это сделать. Поэтому Господь много раз ссылается на Авраама. В 8 главе Иоанна в 56 стихе Господь говорит так, что Авраам рад был бы увидеть день мой и увидел и и возрадовался. Для евреев это было непонятно. Как так? Тебе еще нет 50 лет, ты видел Авраама, а он им объясняет, прежде нежели был Авраам, я Есим. Он должен был им сказать, что до Авраама существовал Бог, я пришел сюда тебе сказать или вам, евреям, сказать, что прежде нежели был Авраам, я Есим, а это говорит о том, я Есим Егова, сущий. Вот. А это привело в ярость евреев и хотели его побить камнями, потому что он это слово сказал, я Есим. А в действительности Христос хотел сказать, что Авраам верою, он ожидал Христа, он увидел день Христов, то есть день, когда Христос придет на эту землю для того, чтобы отдать свою жизнь за жизнь грешников, Авраам это видел, и он возрадовался. Стало быть, Христос сам ссылается на Авраама. И еще самое такое трогательное, братья и сестры, я хотел бы сказать, что в 24 главе Луки, в 50 стихе, в последних стихах, сам Господь благословляет своих учеников. Помните, да? Там праотец благословляет своих сыновей, а вот в Новом Завете мы видим, что сам Господь, который произошел от колена Иудина, он благословляет своих учеников, когда он вознесся на небо. Таким образом, дорогие братья, мы видим, что и апостол Павел вспоминает Авраама, благословение Авраама, сам Господь благословляет своих учеников и вспоминает много раз об Аврааме, и он даже, о нем сказано, что Авраам является наречен другом Божьим, а кто бы не хотел быть другом Божьим, и таким образом, Новый Завет, Новый Завет, он много раз ссылается на Авраама, как на благословляющие действия его, которые имеют силу с тех пор, как Господь встретился с ним до сегодняшнего дня, благословение Авраама распространяется на нас с вами, и сам Господь своих учеников благословлял и нас благословляет. Второе, во Христе Иисусе мы имеем содержание этого благословения, то есть, Христос благословил нас, а в чем оно заключалось? Во Христе мы имеем содержание этого благословения, это вторая мысль библейского обзора. Ну, например, в первой книге «Бытия», в третьей главе, пятнадцатом стихе, есть обетование на нашего Господа Иисуса Христа. Помните, да? Есть обетование. Бог говорит древнему змею, «Вражду положу между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее. Ее семя, оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Это семя жены будет поражать тебя в голову, указывает на Христа, страдающего на Голговском кресте». Это сказано во второй главе евреям в четырнадцатом стихе, «И как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онные, дабы смертью лишить силу, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Это осуществилось тогда, когда Христос свистел на кресте. Вот это содержание того благословения Авраама, которое мы имеем во Христе Иисусе. Понятно? Во Христе Иисусе мы имеем вот это содержание благословения Авраама. Там оно было обещано в первой главе, в третьей главе книги Бытия, а потом оно осуществилось, когда Христос пришел на эту землю, он на Голговском кресте пострадал, и его кажущееся поражение означало победа. Кажущееся его поражение на кресте означало победу над дьяволом, он поразил его в голову. Вот содержание благословения Авраама во Христе Иисусе для нас. в 49-50 главах благословения Авраама в Иуде как царь. Вот 49-я глава там 49-я глава Бытия в 10-м стихе там так прекрасно сказано о том, не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Смотрите, как тут оказывается пророческое слово. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. здесь мы на виде наверное замечаем братья, что здесь содержится мысль такую, что он является царем, да, скипетр не отойдет от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель примиритель Христос ему покорность народов. А покорность народов означает царь. И еще одну мысль хочется подчеркнуть. В Новом Ветхий Завет и Новый Завет одинаково видят Христа как царствующего, так и страдающего. Я думаю, это тоже нам бросается в глаза. И Новый Завет, и Старый Завет, они усматривают во Христе и страдающего, и царствующего. Очень трудно было вот этим людям, этим израильтянам, очень трудно было им понять страдающего Мессию. Они бы еще приняли и были бы довольны иметь Мессию как царя на престоле Давидовом. Это было для них приемлемо, но страдающего Мессии они полностью отвергли и не могли сообразить, что это может быть одно и то же лицо. Вот что говорит Валаам. Смотрите, в 24 главе чисел с 17 стиха. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля и ранит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Это говорит о том, что Валаам видел в будущем Мессию как царя, как вождя. С другой стороны, там еще много других таких мест можно было бы найти, с другой же стороны все-таки и Старый Завет видит Господа нашего Иисуса Христа как страдающего. Здесь как старствующего, как страдающего. Например, Захария, 9 глава, 9 стих. Ну, вы знаете, что грядет царь твой сидя на ослице и так дальше. Это 9 стих в Сахарии. Особенно как страдающего Мессию говорит нам Исайя, пророк, 53 главы. Если мы ее прочитываем, то мы находим, что это точно говорится о Христе. Я вспоминаю один разговор, разговор одного брата с еврейским ну, как бы раввином. Задает он ему вопрос, еврею вот этому. Вы Старый Завет весь признаете как богодухновенный? Да, весь. Весь, но Старый Завет это от Бога и мы признаем его весь целиком. Тогда он начал ему читать 53 главу Исайя и когда он ее прочитал, тот пришел в ярость. Говорит, почему, зачем ты мне ее прочитал? Оказывается, они ее пропускают в синагогах, они ее не читают, потому что они не могут найти объяснения. Ясно видно из текста, что относится к Мессии, а тут страдания, это у них не вкладывалось, поэтому ее пропускают, 51 читают, 52 читают, 53 пропускают, а потом 54 и так дальше. И это мы можем понять, потому что они как бы рассуждают так, как им это преломляется у них, у самих. Это же быть не может, чтобы Мессия был страдающий. Стало быть, это тогда не к нему относится, или же толкует по-другому, а вообще ее даже пропускают. Так что Новый Завет, братья, уже, да? Ну, я хорошо. Я только тогда еще одно место прочитаю, где мы видим нашего Господа как царствующего и как страдающего. Одно место еще. Пятая глава Откровения с пятого стиха. как лев из колена Иудина и в то же самое время он является судьей. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять семь печатей. Я взглянул и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Я хотел только отметить, братья, я сказал, что Новый Завет и Старый Завет видят нашего Господа Иисуса Христа как царствующего и как страдающего. А здесь, смотрите, в одном лице значит корень лев от колена Иудина, лев от колена Иудина это царь, теперь видел как бы заклана агнца продистарца, значит страдающий агнец и лев из колена Иудина в одном лице. Там он царствующий, а здесь он страдающий, а в вечности он будет судьею. Пусть Господь благословит нас, ему добудет слава, аминь. Будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!